Зловоние, которое источает свалка рядом с домом 14, корпус 1 по улице Урицкого, чувствуется издалека. Гора мусора уже давно стала курортом для мух, уличных кошек и собак. Жильцы опасаются, что в скором времени из-за гниющих бытовых отходов в домах поселятся крысы и тараканы. Жительница одного из домов Светлана Горшкова уже обращалась в свою управляющую компанию, но безрезультатно. Сказали просто, мы рассмотрим вашу заявку и все. Я спросила, почему на шесть домов нет ни одного мусорного бака. Она сказала, что это надо рассматривать, расположение, возможно ли вообще там баки поставить. Антисанитария какая-то вообще просто. Мусор сюда спихивает и спихивает уже постоянно. Собаки начали ночью бегать на стае, на ребенка нападают. По словам местных, все началось, когда жители одного из домов сменили управляющую компанию. После чего старая УК изъяла принадлежавшие им мусорные баки. Теперь несколько управляющих компаний не могут решить, кто же все-таки поставит новые контейнеры. Даже если местные будут выбрасывать отходы у соседних домов, проблему это не решит. Ведь в других дворах баков недостаточно. Здесь вот где детский садик, там два контейнера стоят. Там большую помойку нельзя сделать, поскольку детский сад, учреждение. Туда носить к радиозаводу. То же стоит два контейнера. Эта свалка не единственный пример безответственности и равнодушия коммунальщиков. Рядом с общежитием по адресу Кольная, 24, мусор вывозят крайне редко. Контейнерная площадка – одна на несколько домов. Баки здесь переполняются регулярно, поэтому мусор выбрасывают где придется. Конечно, запах стоит соответствующий. Антисанитария полная, продукты валяются, мебель очень часто выкидывают. Старую сюда диваны, крупногабаритные такие. И, соответственно, все это стоит, гниет. В нашем городе множество дворов, где не хватает контейнерной площадки или мусор вывозят нерегулярно. Если на жалобы не реагируют в ЖУ, то стоит обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру. К сожалению, эта проблема касается не только дворов, но и городских урн. Конечно же, стоит помнить, что чистота на улице города зависит не только от работы коммунальных служб, но и от самих горожан.